Что происходит? Привет. Привет. Тебе интересно, о чём твой отец говорил с твоим возлюбленным? Я не поняла. Я говорю, твой отец, отец! Он вверил тебя и твою сестру, твоему возлюбленному. Вам повезло. Теперь, если возникнут проблемы, пойдёте к нему, а не ко мне. Ты разговаривал с Юсуфом? Не просто разговаривал. Но не бойся. Диджли, наверное, сейчас заживляет ему раны. Что ты говоришь? Не могу поверить. Хорошо. Не хватило того, что ты сегодня сделал. Так пошёл и оторвался ещё и на нём. Ты сильно расстроилась? Жалко своего возлюбленного. А? Конечно. Ты тоже прав. Не смог сорвать злость на Пелин. Поэтому пошёл и оторвался на Юсуфе. Причём тут это? Да. Я слышала ваш разговор с Пелин. Ты подслушивала под дверью. Не будем так говорить. Скажем, услышала. Если бы вы так не кричали, я бы не услышала. Хорошо. А ты слышала её прекрасные вопросы? Я услышала не её вопросы, а то, что ты в своё время спрашивал у неё. Теперь мне понятно, почему ты задавал мне такие вопросы. И почему же? Потому что ты всегда был такой, Ферит. У тебя комплекс неполноценности. Сыран. У меня комплекс неполноценности, да? Ты удивительная. Правда. У меня комплекс неполноценности. Это было очень хорошо. Очень хорошо. Да. Именно так. По-твоему, все мужчины задают такие вопросы о прошлом своим девушкам, Ферит? Кто это? Я, Ферит. Это важно. Входи, Аби, входи. Что случилось? Нам конец. В этот раз точно конец. Он заснял нас? Мне конец. Мне конец. Вызываемый оппонент недоступен. Вызываемый оппонент недоступен. Нет, у него выключен телефон. Он издевается над нами. Ладно. Скажешь, что он опубликовал ложную информацию, оскорбил тебя, а ты потерял контроль. И все. В этот раз не все так просто. Было нападение. К тому же на сотрудника прессы. Еще и мы ему позвонили, чтобы поговорить, будто собирались его избить. То есть? Говори. Пусть знают. То есть, если он пожалуется на Феррита, то на время расследования его могут взять под стражу. Что? Нет, этого не будет. Что за бред? Этого не будет. Давайте... Давайте поговорим с госпожой Факат. Может, она нам поможет? Как думаете? Поможет? Может, сказать господину Архану. Феррит, ты что скажешь? Ночью никому не будем говорить. Может, он пытается содрать с нас денег? Дедушка не спустится на ужин. Если кто-то проголодался, можем заказать в комнату. Будто сейчас есть аппетит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пока ничего нет. Нет, я не понимаю, что изменится, даже если будем смотреть до утра. И это верно. Еще раз позвоню ему. Все еще выключен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выключен. Брат Абедин. Его действительно могут взять под стражу? Если есть такая вероятность, не лучше ли рассказать господину Халису? Да, я понимаю, он разозлится, но... То есть... Это не такое простое дело, чтобы скрывать. Но Феррит не хочет. Он думает, что тот тип будет просить деньги. А если нет? В этом случае единственный, кто сможет решить эту проблему, это господин Халис. Я не могу понять, как вы можете так рисковать? Самое правильное решение – это пойти и рассказать все господину Халису, если мы хотим защитить Феррита. Понимаете? В голову больше ничего не приходит. Мы должны это сделать. Хотя бы дождемся утро. Я не думаю, что после этого может что-то случиться. Феррит, ты в порядке? В порядке. Ты побледнел? Присядь. Садись. Не преувеличивайте, все в порядке. Думаю, сегодня ночью уже ничего не случится. Завтра для нас будет тяжелый день. Я пойду, а вы немного отдохните. Сейран, я тоже пойду к себе в комнату, уже поздно. Хорошо, сестра. Поскорее бы прошла эта ночь. Надеюсь. Милая, не переживай. Спокойной ночи. Доброй ночи. Спокойной ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Не расстраивайся, Феррит. Мы и это переживем. Возможно, не сможем пережить. И тебе будет на руку. Избавишься от мужа с комплексом неполноценности. Феррит. Сейран, может быть, права? Насчет чего? Что будет, если мы не сможем справиться с этим самостоятельно? То есть, это... В чем дело, Абедин? Добрый вечер, господин Фуат. Я был у господина Феррита. Суна, как ты? Добро пожаловать домой. Спасибо. Я думал, вы спуститесь на ужин, но, кажется, вы поели у себя? Да, мы перекусили наверху. Спасибо. Доброй ночи, господин Фуат. Доброй ночи, госпожа Суна. Доброй ночи. Доброй ночи. Может, выпьем кофе в гостиной? Конечно, если ты не устала. Я не хочу никого беспокоить в такое время. Будет лучше, если я пойду в свою комнату. Как тебе угодно. Тогда в другой раз. Угу. Прошу. Ты будто чем-то расстроена. Может, тебе здесь не нравится? Нет, что вы. Скажем так, я пытаюсь привыкнуть. Надеюсь, ты быстро привыкнешь. Честно говоря, я очень рад, что ты живешь здесь. И я. Да. Асуман, ты не пошла спать? Нет. Я ждала тебя. Добро пожаловать, Суна. Наконец-то ты переехала. Не совсем так. Я буду приезжать в гости с ночевкой. Прости, мы сегодня не смогли нормально поговорить. Но теперь у нас много времени. Я пойду в комнату. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я буду приезжать в гости.